Итак, собственно, о чем мы сегодня будем разговаривать? Для начала мы рассмотрим новинки, которые появились в этом году у телефонов E-Link второй серии, как же в этом году у нас обновился модельный ряд, рассмотрим новые преимущества телефонов, разберем основные характеристики по каждой модели, поговорим о модулях расширения, затронем вопрос совместимости с различными платформами и вендорами и немного поговорим о новой прошивке версии 80, которая присутствует в этих новых телефонах. Итак, что же нового появилось в линейке T2 у E-Link в этом году? Многие из вас уже видели, многие уже используют эти телефоны. Для тех, кто еще не видел, это телефоны E-Link SIP-T29G, SIP-T27P, телефоны T23P и G и обновленный телефон SIP-T21P с литерой E-2. Итак, что же, что касается про позиционирование этих телефонов на рынке. Новый телефон T29G призван в ближайшее время заменить телефоны T28P и T38G. Соответственно, телефон SIP-T27P призван заменить телефон SIP-T26P. Ну и телефон T23P и G заменят в ближайшем будущем телефоны T22P и T32G. И, как я уже говорил, телефон T21P E-2 уже заменил телефон T21P. Снятие с производства телефонов T26, T28 и T22 планируется к концу этого года, 2015-го. Вопрос от Владимира Блинова. Боковые кнопочки не будут присутствовать в новых телефонах. Об этом мы поговорим чуть позже в нашей презентации. Итак, какие новые преимущества появились с выходом новых моделей. Рассмотрим их на примере телефона T29G. Одним из нововведений появился программируемый LED-индикатор. Теперь его можно программировать на входящий звонок. Например, при входящем звонке он будет моргать на прием какого-то сообщения. Ну и, возможно, другие сценарии программирования. В новых телефонах используется матовый пластик высокого качества. Новые телефоны T29G и T27P теперь имеют регулируемую подставку. Ну и в телефоне T29G появился более информативный цветной дисплей. Так, появилось пару вопросов. По презентации после вебинара презентацию можно будет получить, она будет доступна. по поводу XMLAP. Я думаю, мои коллеги ответят на этот вопрос в чате. Итак, продолжим. Опять же, на примере телефона T29G на этом слайде вы видите, что появилась возможность подписи функциональных клавиш непосредственно на экране телефона. И, опять же, был вопрос по бумажным носителям, по кнопкам сбоку. Нет, теперь их нет. Ялинк отказывается использовать бумажные носители в своей линейке. В телефонах T29G и T27 улучшено качество звука. Теперь это звук Optima HD, который соответствует американскому стандарту Т920. Что касается основных характеристик. По каждой модели мы их сейчас детально разберем. На примере телефона T29G, как я уже говорил, улучшен звук общим Optima HD. В телефоне T29G присутствуют два порта Ethernet со скоростью до 1000 Мбит в секунду. Это новый экран 4,3 дюйма цветной, с подсветкой. Важный момент. В телефоне T29G появился USB-порт, к которому можно подключить адаптер Ялинк BT40 и с помощью него подключить беспроводные гарнитуры. В телефоне увеличилось количество СИП-аккаунтов до 16, подпись программируемых кнопок, есть разъем для гарнитуры, телефон поддерживает модули расширения, появился регулируемый угол наклона, что не было, например, в телефоне T28, и появилась возможность крепления на стену с помощью специального кронштейна. Хочу отметить, что этот кронштейн не входит в стандартный комплект поставки. Какие же различия между телефонами T29G и T28P? В первую очередь, это улучшенный дизайн. Это более цветной и более информативный экран. Как вы видите на слайде, экран больше похож на телефон T46, в отличие от T28, где в том числе нет подписи программируемых клавиш. Как я уже говорил, в T29G увеличилось количество СИП-аккаунтов, теперь их можно использовать до 16, в отличие от T28, где их было всего 6. кнопки, которые находились у T28, в правой стороне здесь программируемых кнопок, они фактически перенесены к экрану. Теперь можно делать, программировать до 27 значений, причем если вы программируете только 10 значений, они все отображаются на экране. Если вы программируете больше 10 значений, то одна из кнопок, она находится в правом нижнем углу, используется для перелистывания экранов. То есть вы имеете три экрана с возможностью использовать до 27 значений программируемых кнопок. Ну и, как я уже говорил, Ялинк отказывается от бумажных носителей. Теперь все значения можно увидеть непосредственно на экране. Вот перед вами небольшая таблица сравнений 29-28p. что хочется отметить, это изменился цвет корпуса, он стал черным, в 28p он был серым, появились углы наклона телефона с помощью регулируемой подставки. И к 29g можно подключать дополнительные модули расширения EXP39 и в конце третьего квартала ожидается выход нового модуля EXP20, который будет использоваться с новыми моделями телефонов. Ну и появилась возможность крепления на стену новых моделей, чего не было, в 28p. По 29-му, наверное, основные характеристики я рассказал. Перейдем к телефону T27. Т27, ну, основные характеристики вы можете видеть сейчас на слайде. Это, опять же, звук общимой Optima HD, как в телефоне в 29-м. Это более большой, более информативный экран с подсветкой. Возможность использовать 6 SIP-аккаунтов. Т27P поддерживает технологию Power of Ethernet. Опять же, в этой модели появилась возможность регулировать угол наклона с помощью подставки и появилась возможность крепления на стену с помощью кронштейна. Повторюсь, кронштейн в стандартный комплект поставки не входит. Что касается различий между телефонами T27P и T26P, это новый, улучшенный дизайн. Все новые телефоны выпущены в одном стиле. Это черный цвет корпуса и более качественный пластик. У T27 появился более информативный экран. Как вы видите на слайде. И, кроме того, у T27P также появилась возможность подписи программируемых клавиш непосредственно на экране. У T26P они были справа, как вы видите на этой фотографии. Они перенесены к экрану, так же, как у T29P. В T27P теперь можно использовать больше SIP-аккаунтов до 6, в отличие от T26P, где их было всего 3. Кнопки, как я уже говорил, у T27P перенесены к экрану, и по аналогии с T29P можно использовать до 21 программного значения. И, опять же, если вы используете больше 8, то есть 9, 10 и дальше, одна кнопка используется для перелистывания экранного меню. То есть здесь также 3 экрана, на котором вы можете видеть свои запрограммированные 21 значения. Небольшая таблица сравнений. Основные отличия между 27 и 26 телефонами. Это больший информативный экран. Это новое программное обеспечение в версии V80, о котором мы поговорим чуть позже. Телефон. Можно использовать несколько углов наклона телефона. Подключать модуль расширения 39 к телефону T27P. Ну и, повторюсь, изменился цвет корпуса, он стал черным. Это что касается T27P и T29P. Может быть, какие-то вопросы есть, на которые я смогу сейчас ответить по этим телефонам. Так, ну, коллеги, тогда пишите ваши вопросы, либо я, либо Дмитрий. По ходу вебинара будем стараться на них отвечать. Так, пойдем дальше. Еще одна из новинок этого года – это два телефона T23P и T23G. Собственно, это две разных модели. Отличаются они наличием двух гигабитных портов у телефона T23G. Ну, основные характеристики представлены на слайде. Это звук HD, это гигабитные порты у T23G, это возможность использования до трех SIP-аккаунтов. Очень важное и, наверное, многим желаемое изменение в новых телефонах – это двухцветные индикаторы кнопок. Это красный и зеленый цвет, которые удобно используют в режиме BLF. Например, если ваш коллега занят, вы сможете видеть абсолютно наглядно, что индикатор будет гореть красным цветом. Ну, у телефона появилась возможность крепления на стену. И, собственно, все наши телефоны поддерживают протокол IPv6. Новый телефон T23PG, как я уже говорил, придут на смену телефону T22P. Ну, и какие-то основные различия хотелось отметить. Это, опять же, улучшенный дизайн. Это в одном стиле со всей новой линейкой T2. У телефона T23 появилась возможность подписывать программируемые кнопки, кнопки линий, что не было у телефона T22. Как я уже говорил, у телефонов появились двухцветные кнопки световой индикации, красно-зеленые. Вы можете их видеть сейчас на слайде. Вот как раз один из примеров использования режима BLF. Но в 22-м телефоне этого не было. Теперь, что касается телефона T21PE2. Этот телефон, ну, можно назвать его неким таким рестайлингом старой модели T21. Телефоны T21 с июня месяца уже не выпускаются. На смену им пришла версия E2. Они у нас уже доступны для заказа. Имеются на складе. Что касается основных характеристик. Это звук HD. Это более улучшенный информативный HD экран с подсветкой. Вот, кстати говоря, подсветки в старом телефоне T21 не было. Это два порта 10 и 100 мегабит. Возможность использовать до двух СИП-аккаунтов. Возможность подключения гарнитуры. И возможность крепления к стене этого телефона с помощью, собственно, стандартного кронштейна, который идет уже в поставке. Основные различия этих двух телефонов, это в первую очередь подсветка экрана, которая появилась в новой модели E2. Это двухцветные кнопки световой индикации. И в телефоне 21E2, как у своих старших моделей, старших братьев, появилась возможность подписи этих кнопок линии непосредственно на самом экране. Чего не было у старых моделей телефона T21 и T21P. Новая модель E2 также обладает улучшенным дизайном. Это черный цвет корпуса, опять же, в одном стиле, с линейкой телефонов 23, 27 и 29. На слайде представлены непосредственно фотографии этих двух телефонов. Ну и, наверное, в завершении обзора такая небольшая таблица сравнений, основных характеристик. Ну, наверное, подробно я останавливаться на ней не буду. Практически все, что представлено на этой таблице, я рассказал. Ну, в дальнейшем можете посмотреть, скачав эту презентацию, и посмотреть ее у нас на сайте. Так, у нас... Да, Руслан Федосеев, совершенно правильный комментарий. Я, наверное, упустил этот момент. Давайте еще раз вернемся. Руслан, спасибо. Ну, вот, давайте вот на этом слайде посмотрим. У всех... У всей новой линейки телефонов и 23, и 27, и 29 изменился цвет кнопок навигации. Вот на этом слайде можете видеть у Т-21 они черный в цвет корпуса, а у старого Т-21 они такой светло-серый, наверное, цвет имеют. Так, ну... Теперь вроде бы точно все рассказал о новинках, коллеги. Поправляйте меня, если что-то забыл. Так. По поводу цвета корпуса я смотрю, много вопросов. Татьяна, белых телефонов пока не планируется к выпуску. По поводу изменения цвета корпуса в принципе обсуждаемо. Зависит от количества, как тут уже кто-то говорил. Ну и вопрос от Дмитрия. Т-19 будет заменяться на Т-19Е. Дмитрий, да, планируется. Я думаю, мы сделаем по этому поводу отдельную новость. Планируется в этом году также рестайлинг телефона Т-19 и Т-19П. Итак, идем дальше. Что касается модулей расширения. На данный момент с телефонами Т-27П и Т-29G можно использовать модуль расширения Эксп-39. Но... есть одно небольшое но. При монтаже этого модуля... Ну, давайте сразу я перейду к следующему слайду, чтобы наглядно показать. Имеется некоторое различие по высоте. То есть там порядка одного сантиметра. И немного отличается цвет корпуса. Собственно, новый модуль... Не новый модуль, модуль Эксп-39 крепится к новому к новому телефону с помощью специального кронштейна. То есть стандартный кронштейн, который идет в комплекте с модулем, сейчас не подходит. Вернемся теперь к предыдущему слайду. Эту проблему Ялинг уже решает. И планируется выпуск нового модуля. Будет называться он Эксп-20. его релиз планируется в конце третьего квартала 2015 года. Модуль будет полностью подходить и по стилю, и по цвету к новым телефонам Т27П и Т279G. Но это что касается модуля расширения. Вернемся к слайду. Тут есть комментарий от Михаила Усова. Наверное, я упустил этот момент. Модуль расширения у нас сейчас имеется в двух цветах. это серый и черный. Вот на этой картинке представлен черный цвет корпуса этого модуля расширения Эксп-39. Итак, коллеги, что следующий пункт, о котором хотелось бы рассказать, это обзор совместимости наших телефонов с различными платформами и вендорами. На данный момент у Ялинк есть множество партнеров на рынке SMB. Можете их видеть на этом слайде. Это Астериск, Ястар, один из наших ключевых партнеров, 30X, Актел. Ну, это, наверное, даже не полный список. Это одни из наиболее известных. Что касается корпоративного рынка, наши телефоны совместимы с множеством как больших платформ пятого класса, так и различных станций, СИП-станций, наверное, да, это BratSoft, CommuniGate, мы сейчас много сотрудничаем с компанией StrowRoutel, также сотрудничаем с Ltex, ну, вот различные производители оборудования, опять же, это, мне кажется, неполный список у нас тестировалось и есть совместимость с многими платформами. Что касается сертификатов, на данный момент мы имеем сертификат о тестировании его совместимости у компании, которая представлена на этом слайде, опять же, BratSoft, их продукт, BratWorks, Iskratel, это продукты SwitchRay, комплекс R2, называют, как называют его по старинке, это продукт от компании фирмы Свитец, их платформа, ну и наши китайские партнеры Huawei и ZTE. Кроме того, наши телефоны рекомендуют множество операторов связи, на этом слайде представлены, наверное, самые наиболее известные и основные ключевые наши партнеры, это Mango Telecom, компания Tollfin, MTT, Beeline, Megafone, в общем, со всеми операторами, в том числе Большой Тройки, мы тесно взаимодействуем, оборудование используется на сетях этих операторов, ну, в общем, один из плюсов при рекомендации вашим, может быть, партнерам, вашим клиентам, можно показать большой список совместимости. какие-то вопросы по предыдущему разделу, может быть, есть? Коллеги, ну, в общем, вопросы пишите, будем отвечать. Вопрос от Алексея Ключевые особенности различия, ну, мне кажется, основные различия между новыми телефонами я уже сказал, или вы, может быть, что-то другое имели в виду? Уточните, может быть. Итак, вопросов вроде бы больше не вижу. Ну, и несколько слов о новой прошивке версии 80. Все телефоны новой серии линейки Т2 имеют на себе прошивку версии 80. Остальные телефоны базируются на прошивке версии 73, эта прошивка будет конечная, обновляться старые телефоны до новой прошивки не будут. И, опять же, хочется отметить телефоны 21 и 21P, и, кстати говоря, и 19-й тоже имеют на себе прошивку версии 72. Это конечный релиз, новых прошивок уже не будет. в новой прошивке подверглись изменению шаблоны для автопровижнг, в новой версии V80 изменился синтаксис для автопровижнга, один из таких важных моментов, и в новой версии, в новой прошивке добавлены некоторые новые параметры для автопровижнга. Более детальную информацию по этим и другим вопросам касательно новой прошивки. Я думаю, мы выпустим дополнительный релиз, может быть, проведем дополнительный вебинар. Ну и хотелось бы отметить, что в новой прошивке оптимизированы некоторые параметры качества звука. Я думаю, это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Спасибо за внимание. Было очень приятно видеть большое количество знакомых лиц на сегодняшнем вебинаре. Какие-то вопросы у нас есть еще несколько минут. Готовы ответить. опять же повторюсь, наш вебинар записан и будет выложен на нашем сайте. Вы всегда сможете к нему вернуться и посмотреть и возможно показать своим партнерам и клиентам. вопрос есть вопрос по обратному обратной совместимости по синтаксису. может быть мои коллеги технические специалисты а вот как раз Дмитрий на эти вопросы ответил. поджимаю, что совместимости нет. Все-таки изменился синтаксис для новых моделей. Ну что коллеги, наверное на этом все. Еще раз всем спасибо за то, что посетили наше мероприятие. Если появятся дополнительные вопросы на слайде можете видеть адрес мой электронный адрес моей почты. Пишите всем ответим. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры субтитры